Всем привет! Пришла весна, вот это моя улица, город Провидон, штат Родавен. Здесь сейчас опенхаус, давайте зайдем внутрь, хочется немножко развеяться от новостей военных. Все время смотрю видео Украина-24, каналы Ньюсейдер, Дмитрий Гордон, все время смотрю новости. И в общем, слава Богу, хорошие новости. Открыты из освобожденной Киевской области, теперь вкупе с артиллерией и танками, которые будут скоро поставлены из Америки и Европы. Надеюсь, скоро будет освобожден Донбасс, которым я прожила много лет до бреда Судан в США. Давайте внутрь зайдем, немножко расслабимся, посмотрим, как живут американцы. Мы встретили вилтер, расскажи, что за дом, сколько дому лет. Решили немножко отвлечься от военных всяких видео и информации, зайти, да, прийти посмотреть, как вообще. У меня полы тоже, да, полы такие? Ну да, похоже, похоже. Гляньте, какой старый, какого года дом? Какой старый. 910-го. Fireplace. Старый, 910-го, и у меня 910-го. Гляньте, какой старый дом, какие стулья, ой, да, как вам стулья? Ой, весна уже. Как хочется, чтобы поскорее закончилась эта война дурацкая. Ой, вот она. Нравится? Да, они так эти старые дома уже надоели. Ой, какой маленький нюк. В Америке она такие называет, что нюк. Малюсенький такой. Кухня, гляньте, какая. Ой, как я слышу, что она не апдейтит. Слышь, какие старые здесь кабинеты. Вот эти вот. Слушай, им сто лет. Обычно считается, все это должно быть как бы новое. Ну, некоторые американцы любят вот такой старый шарм. Шарм у таких старых домов. Вот такая кухня. Ой, как здорово, что есть выход на балкончик. Ну что, пойдем погуляем. Балкончик. Ой, какой маленький домик. Видно, ребенок жил здесь. Видно? В сундомике. Девочка, видно, была у соседей. Фу, соседей. У хозяина. У хозяина. Я насмотрелась в видео страшно. Думается, что мы в Америке делаем. Не, ну. Соседи смотрят. Мы только видео смотрим страшные и пишем всякие. Я сейчас расскажу. У меня тут интервью взяли. Известные газеты. Сейчас расскажу. Самый варчок. Самая важная информация, что цена этому дому восемьсот девяносто пять тысяч. Ух ты. Под миллион. Ну как, девятьсот. Нехило. Дороговато, я бы сказала. Правда? Ну, за сто не отдадут, я думаю. За сто не отдадут. Второй этаж тоже есть. У меня такое настроение. У меня такое настроение вообще тяжело после всех этих. Да, хватит это, смотри. Ну, а что делать? Не знаю. Мы расходим. Вот видите, какие дети. Господи, я только что смотрела, ребенок, да? Только что смотрела видео, что маленький мальчик, семилетний. Сразу после бомбешки начали украинские разговаривать с ним. Он не мог понять, где его родители. А женщина сказала, она говорит, он еще не знает, что все, он остался сиротой. Он там плакал и искал своих родителей. Короче, забавно. Ну, ладно, не будем вам грустно. Давайте досмотрим. Вот, какая здесь спальня. Джим. Джим маленький такой, да? Прямо около... Нормально. Это, как это называется? Пелотон. Самый пелотон, да? Вот, вот такой офис классный. Ну, здесь офис. Офис чистенький такой, да? Такой аккуратненький коврик. Ага. Полки пустые. Ясно. Ты бы хотел такой дом? Ну, если бы подарили, можно было взять. Ну, наверное, есть дети, да? Тут много комнат. Ага. Много всего. Кому интересно посмотреть ванную. Прясно пахнет. Да. Вот здесь клочат у них. Ну, вот. О, это еще одна комната здесь, да? Ой, получается, три комнаты подряд. Ой, какая интересная, гляньте. Какой венок. Необычно, видно, сделан из... Сами сделали, что ли? Странно. Немножко видно, да, девочки комната. Вот это ее, видно, и домик и был. Да. Я говорю, комната девочки, видно? А, на телефоне. А это здесь панда. Комната панды. Ну вот. Окей. Аполло. Вы видите, все. Видно, сына. С сыном комнату. А из нашего окна? Не будет вам в Красной площади. Разбомбят ее, все нахер. Какие херам собачки. Вы так милые. Видно, ребенок любит панды. Видите, у него везде панды. Что ты спрашиваешь? Милок. Милок. Что-то рисует здесь искусство какое-то у него здесь. А жалко вот так люди. Строили, жили, жили, да? Строили что-то тут свое. А потом бац. Пошли. А что там? Пошли. Ну тут еще, слушай, тут просто люди продают и уезжают. А что на Украине? Просто выбила война и все. И все. Видят на дороге. А всякие. Видят на дороге. Это третий этаж. На дорогах валяются игрушки детские. В общем, ужас, короче. У меня прям все сейчас. Все мысли. Давай туда. Много. Это третий этаж получится. О, мой гад. Джисус. Как вам третий этаж такой? Это что, маленький типа апартнер здесь получается или что? Это да, это маленький апартнер. Ох, здесь еще комнаты. Ага. Получается раз, два. На третьем этаже вот еще несколько спален. Две спальни и вот эта жилая получается на третьем этаже. Здесь, наверное, жарко зима. Вновь не планируется. Вернее, летом. Мм? Там можно остаться. Угу. Ну все, уходим. Такие дела. Ванная ситография. Святая святая. Говорят, дома, если надо пойти дом, надо смотреть вот эту всю начинку. Здесь, как бы, как бы, хард дома. 14-го года. Да. Уже аутоплайнд, да? Да. А живой. Борозой, да, все. Угу. А чистенько все, да? Чистенько все, аккуратно. Гляньте, как вам эти сани в 150-летие давности. Вау, прикол. Американцы любят такое все, старое. Вау, смотри, сколько гвоздей в потолке. А зачем? А зачем? А зачем? Все так сложно, аккуратненько. Урику надо показать. Не шаверс. Шаверс? Обязательно. Пошли на выход из этого подземелья. О, боже, мы вышли туда же. Так, все. Уходим. Нас замуровали. А почему? А вы пустите, замуровали. Соседний дом. Ну вот, Лила Делман. Компас. Вот так. Соседники пришущие такие. Прям аж чудо такое. Пусть поскорее закончится война и придет победа в Украину. И хочется уже съездить, повидать своих родных и отметить победу уже поскорее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...